привет рада вас приветствовать на дне 2 нашего марафона освободи место будущему и начну я снова с истории история это случилось со мной ну лет 17 наверное назад когда я училась в академии я только тогда закончила мое обучение на модельера и решила дальше учиться и вот заезжаю я в комнату которая сняла и в этой комнате была кровать стол шифонер и раковину все в одну мне конечно же тогда показалось этого очень мало я принесла туда кресло я принесла туда очень красивое зеркало на где-то так метр шириной 2 высотой повесила шторы и еще я придумала так отделить шифонер и раковину от моей типа спальни гординами повесила гордины сшила шторы отделила шифонер и раковину еще мне подарили тогда телевизор там можно было видео кассеты смотреть а еще мне был вот такой большой телефон родители мне дали чтобы созванивались и вот проходит три года мне предлагают работу я собираюсь переезжать ну вот экзамены буквально неделя осталось как выезжать и за неделю приехали за моими вещами когда вещи все забрали я оказалась в этой комнате без кресла без этого зеркала без этих занавесок без штор без телевизора без телефона и еще что там было не помню вы знаете я так легко вздохнула оказалась моя комната такая большая оказалась она совершенно не маленькая и тогда я посмотрела на стол там где у меня стоял маленький телевизор с приспособлением чтобы смотреть кассеты я поняла что за все это время я ни разу не смотрела кассеты мне так было интересно учиться в этой академии у нас была творческая академия и я поняла что телевизор мне не пригодился но место он на моем столе занимал также телефон не не пригодился такой вот настольный потому что когда мне надо было звонить я ходила через улицу звонить с автомата потому что с нашего домашнего мне было слишком дорого домашний почему-то был дороже там хозяйка как-то считывала по-другому чем в будке на улице я поняла что часть стола была у меня в никуда и дальше я стою в этой комнате почему так свободно почему так дышится легко занавесок нет занавесок нет пространство просматривается ну ладно я раковину это видно но пространство просматривается и смотрю в угол в котором было это кресло я же думала я буду в нем сидеть читать буду размышлять когда в нем не сидела мне не было на это времени вы знаете тогда я в первый раз поняла что как клёво оказывается не заставлять свое пространство и этот опыт сопровождал меня потом всю жизнь я все время отслеживают не заставила ли я сейчас свою квартиру и вы знаете мне частенько случалось так что да и снова и снова появлялись какие-то ненужные вещи например я хотела большой стол ну как партмиха как модельер я мечтала огромном столе чтобы разложил свои ткани свои бисер свою машинку и ты хозяин приобрела я такой большой стол но прошло время и я поняла что а я давно не занимаюсь этим моя деятельность изменилась и этот стол большой только собирает мои тетради мои книги мое творчество вот просто собирает здесь и на самом деле это необязательно я его заменила я его заменила нам меньше 100 но в комнате это создает совершенно другую оптику и моя мысль сегодняшнем видео не про то что давайте нафиг выбросим все ненужное и старое нет для начала просто подумать задуматься какие вещи у нас для чего откуда они появились актуальны ли они сейчас может быть что-то хочется поменять прочувствовать какие-то ситуации в которых вы были например вы были в гостях и заметили что там мало вещей и вам было там уютно а может быть наоборот чего-то вам не хватает это такой небольшой анализ вот эти два дня проведите вот в таком наблюдательном состоянии смотрите свое пространство в котором вы находитесь и проживаете чувствуете что происходит внутри и под девизом вот этих двух дней которые у нас есть это девиз наш дом в котором я люблю больше всего быть то есть это такая наша штаб-квартира в которой мы набираемся ресурсов там где мы отдыхаем поэтому наше пространство квартира дом комната это наша так сказать палочка-выручалочка это пространство в котором мы можем максимально быстро набраться энергии и часто женщины как раз таки бегут из дома бегут в спа-салоны или бегут к массажисту или косметологу почему потому что там вот это пространство есть там какой-то воздух другой там меньше вещей там может быть свет какой-то приглушенный там может быть музыка играет а может быть запахи приятные кстати про запахи на поговорим позже но уже вот тоже об этом подумайте ведь это все можно создать у себя дома с помощью совершенно таких вот не сложных вещей и об этом на всем поговорим попозже но вот эти два дня задумайтесь просто вот о своем пространстве не спешите сейчас что-то менять просто начинать чувствовать может вы это уже всегда делаете но вот сейчас может быть острее прочувствуете что с ваше пространство происходит итак приступим к заданию сегодня их у меня снова набралось немножко много это сложно запихать в один месяц информацию которую не хотелось бы дать ну ничего вы просто выполняйте то что вам лучше всего заходит итак первое задание это прочувствовать свое пространство второе задание у нас будет снова как вот пить с водой не забывайте пить воду по утрам теплую и отвечать что вы пьете теперь добавляется еще один момент который мы будем на протяжении декабря практиковать это лайкать ответы наших одногруппников зачем это надо во-первых лайкнуть это как рукопожатие привет я тебя вижу привет мы с тобой в одной группе мы единомышленники знаете это отличная тренировка для того чтобы себя уже настраивать на такую дружескую волну мы же переходим в эру водолея а она будет нас учить новому отношению в коллективе между людьми мы будем учиться быть более искренними показывать свои чувства нас будет как бы сплачивать время делать нас ближе вот то что сейчас с короной происходит это уже про это что чтобы мы больше ценили именно наше общество что мы ценили нашу близость я очень скучаю по вечерам когда мы танцевали когда-то для меня это было совершенно нормальное ничего сверхъестественного ну пошла потанцевала теперь это как подарок выйти вечером и чтобы именно вот это прожить этот вечер в легкости без страха что-то чего-то что ты заболеешь или там тебе какой-то над тест или прививку понимаете мы переоценку ценности сейчас делаем и вот эта тренировка с этими лайками не просто под пост а именно человеку который написал который с вами сейчас участвует вот под этим постом вот в этой дискуссии это уже про вот эти человеческие качества вы знаете когда вы это будете делать на протяжении месяца просто лайкать людей которых вы не знаете за то что они вот под этим же постом под которым и вы находитесь просто им привет я тебя вижу друг то потом вырабатывается внутренней такая привычка просто всем людям людей видеть обращать на них внимание к даем друг другу понять что я тебя вижу и я тебя вижу это хорошо что мы есть вот это да это вот это человеческое качество которое последнее время забывается я уверена она у всех у нас присутствует но с этой тренировкой с этой практикой это это качество она приобретает больше веса больше плотности и знаете и мы заражаем других этих тоже это классно вот это про лайки было следующее задание нужно будет выполнить в тетради вам надо будет нарисовать пробирки какую-то емкость и почувствовать вот если я вам задам вопрос насколько было или все еще есть понимание сколько ненужного присутствует вашей жизни вот просто прочувствуйте это насколько вот когда вот вы начали этот марафон и вот сейчас да насколько это понимание сколько всего ненужного есть вашей жизни и вот вы нарисуйте пробирку и прочувствуйте закрасьте столько сколько у вас есть понимание сейчас про то, что выйдет из вашей жизни, должно выйти. Закрасьте себе. Я нарисую, вам покажу, как я это делаю. И рядом нарисуйте еще одну пробирку и прочувствуйте, насколько есть представление, что хочется нового в 2022 году. Насколько у вас сейчас уже есть это представление. И точно также выбирайте цвет, рисуйте пробирку и разукрашивайте вот емкость, насколько вы себе представляете. То есть, если вы вот сто процентов знаете, что вы хотите в следующем году нового, закрасьте все. Если вы знаете немножко, закрасьте немножко. В моем примере я рисую себе вот такую пробирку. Знаете, такая игра есть. И вот вторая. И вот я спрашиваю себя, насколько мне понятно, что за этот месяц нужно мне убрать с моего пространства. И так как я уже делаю этот марафон второй раз и вообще занимаюсь этим делом достаточно плотно в последнее время, поэтому мне достаточно понятно, что надо убирать. То есть, я буду разукрашивать вот это мое понимание, что мне надо будет убрать. А это то, что я еще не понимаю. Я как бы знаю, что убрать надо, но точно не понимаю. То есть, у меня нет полного представления об этом. А это 2022 год. Что я хочу в следующем году? Что придет нового? Ну вот примерно вот такое у меня представление есть. Я как бы прописала себе мои ожидания. Ну, хотелось бы, чтобы мне уже полностью было представление. И третье задание, которое, наверное, вы выполните не сразу, а в течение каких-то дней. Потому что это зависит от того, насколько вы уже в теме. А это почистить ватсап. И не просто почистить ватсап, а судя по тому, какая у вас марка телефона, найти на ютубе уроки, ролики, как чистить ватсап, какие функции есть у него и изучить это. Вам очень пригодится. Я вам покажу на примере айфона, вот как я пользуюсь. Покажу, какие функции есть у меня и какими я пользуюсь. У кого есть айфон, вы сможете воспользоваться. Что-то, может быть, вы не знали, а что-то знали, а может быть, дополните, пишите. А вот у кого не айфон, а другие телефоны, ваше задание поискать на гугле или на ютубе уроки именно по вашей марке телефона и найти новые функции ватсапа вашим телефоном. Итак, друзья, давайте подведем итог. У нас несколько заданий. Я все выпишу под видео для того, чтобы вам было легче сориентироваться. И снова не получилось коротко. Простите, как всегда хочется впихнуть невпихуемое. Смотрите на этот ролик день-два больше, как на подумать, на задуматься. Конечно, и действия проявляйте. Это, в первую очередь, полезно вам. И делитесь, пожалуйста, снова в комментариях. Я буду всем очень рада. На примере своего телефона покажу вам мои настройки ватсап. В нижнем правом углу есть кнопка настройки. В моем случае на немецком языке, потому что у меня немецкий телефон. Нажимайте туда и переходите в память и даты. Здесь вы можете настроить, чтобы фотографии, аудио и видео, документы автоматически не закачивались на ваш ватсап. В моем случае фотографии выключены вовсе, а аудио может закачиваться только тогда, когда телефон подключен к Вейляну. Это сделано для того, чтобы экономить время на телефон. Видеодокументы тоже выключены, чтобы автоматически они на ватсапе не закачивались. А только тогда, когда я на них конкретно нажму пальчиком. Теперь повыше кнопка «Память». И здесь вы можете посмотреть, какой канал, какие группы больше всего занимают памяти. Это вам позволяет быстрее определить, с каким адресом работать первым. Или там, где больше всего памяти истрачено, или там, где меньше. Зависит от того, сколько времени у вас сейчас есть, чтобы поработать с ватсапом. Выходим отсюда и попадаем снова в меню «Настройка» и заходим в «Чатс». Здесь есть кнопка, которая не позволяет фотографиям закачаться автоматически в вашу медиатеку. То есть, вы видите в ватсапе, но в ваши медиатеку они не попадают, пока вы сами этого не захотите. Вот в правом углу это та кнопка. Снова идем в настройки «Обратно». Заходите в функцию «Маркировать звездочкой». И здесь у вас все сообщения, которые вы когда-либо маркировали звездами. Для примера вернемся, я вам покажу, где оно было, это сообщение маркированное. Маркировку я сейчас удалю с этого сообщения. Вот я на него нажимаю. Нажимаю на звездочку. Все, оно больше не маркировано. Возвращаюсь обратно. Видите? Нету. Теперь снова та же игра. Захожу в чат. Нахожу это сообщение. Нажимаю на него. И нажимаю на звездочку. Все, возвращаемся обратно в ту функцию. В настройках. И вот оно здесь. Удобно это тем, что вы можете со всех групп собирать ваши сообщения, и они будут собраны в одном месте. Возвращаемся в чат. Некоторые удаляют канал общения по одиночке. Но здесь можно сразу много выбрать. И вот этой массой сразу удалить. То есть вы экономите время, если вы так сделаете. И еще одна интересная функция. Это в медиатеке есть папка конкретно WhatsApp. Там все фотографии, которые когда-либо закачивали WhatsApp. Вы можете зайти туда. И целенаправленно поработать именно с теми фотографиями, которые когда-либо закачивали. Это очень удобно. И если захотите оттуда стереть фотографию какую-нибудь, вы ее выбираете и стираете ее полностью. Не из альбома удалить, а полностью стереть. Это важно. Иначе она у вас из альбома уйдет, но в медиатеке останется. Есть еще одна интересная функция. Это как раз с теми, которые были маркированы звездочкой. То есть когда вы хотите стереть сразу много сообщений, то вы можете это делать общим. Вы просто смахиваете налево, нажимаете на вот это серое поле и нажимаете на чат опустошить. И нажимаете на кнопку опустошить все, кроме маркированных. И тогда вам не надо сообщения в чате по одному стирать. В моем случае я нажимаю скинуть, потому что я не хочу ничего стирать, но это для примера. Почистить чат еще можно по другому. Зайти в описание клубы и там есть кнопка почистить чат. Нажимаете на эту кнопку и точно так же вас спрашивают. Почистить полностью или почистить все, кроме маркированных. То есть вот вы берете из 3000 сообщений, маркируете три важных, а остальное все стирается. А эти маркированные остаются. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok